Зрители всего мира В это время года много разных мероприятий. Одни празднуют так, другие иначе. Но мы, дети Божьи, рожденные от Бога, празднуем Его присутствие. В Его присутствии мы сильны. Да будет Богу слава. Наши послания в это время – обиды. Обиды – это эффективный инструмент, используемый сатаной, чтобы уловить нас, чтобы лишить нас свободы и сделать нас рабами. Только из-за того, что с Вами плохо обращались, или Вы были ложно обвинены, или Вас оболгали, у Вас нет права или основания держать обиду. Обиды, как правило, вызывают у нас шок, возмущение или смущение. И Иисус достаточно ясно это объяснил, что невозможно жить среди людей, жить этой жизнью и суметь избежать обид. Я имею в виду, это невозможно, чтобы не было никаких огорчений. Вопрос не в том, будут ли обиды, но в том, какова будет наша реакция. Помните, наша реакция определяет наше будущее. Ваша реакция определяет Ваше будущее. Когда мне больно, моя реакция определяет Мое будущее. Ожидание определенного поведения от наших близких приводит нас к огорчениям. Например, я ожидаю, что Вы поприветствуете меня, потому что я помог Вам, а Вы игнорируете меня. Это один из корней обид. В этом новом году, мои братья и сестры, надо быть очень осторожными, ожидая определенного поведения по отношению к нам. Я ожидаю от Вас того или этого. В этом нет ничего плохого, но это не должно приводить к огорчениям. Я хочу поприветствовать Вас снова. С Новым годом и счастливого Рождества. Зрители всего мира, Господь сказал, чтобы я помолился с Вами после этого послания. И сейчас я хочу помолиться с Вами. Как уже было сказано, обиды – это эффективный инструмент, который использует сатана, чтобы лишить нас свободы, чтобы уловить нас и сделать нас своей собственностью. Я хочу помолиться с Вами. Какова бы ни была причина обиды, зависть, ревность, насилие, раздоры, негодование, боль, глубокие раны. Все это закончилось в этом году во имя Иисуса. Всякая причина огорчения, боль прошлого, ненависть, горечь, зависть, ревность, изоляция, депрессия закончились в этом году во имя Иисуса. И освобождаю Вас во имя Иисуса. Будьте освобождены во имя Иисуса. Будьте свободны от любой причины огорчения. Я говорю Вам, Вы свободны во имя Иисуса. Будьте свободны во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Аминь. Я хотел бы Вам кое-что представить. Это одно из благословений, на которые Бог вдохновил меня дать Вам карта веры. Ваш молитвенный партнер Тиби Джошуа. Я Ваш партнер молитвы. Это благословение для Вас с печатью подлинной авторизации. Я хочу быть в солидарности с Вами. Мы хотим посвятить Вам себя, наши взаимоотношения. Мы также приготовили пророчество для этого года. Оно состоит из трех частей. Сейчас я прочту первую часть пророчества о том, что Вам ожидать в предстоящем году. Это инструкция от Бога. Это пришло ко мне, я получил это, и Господь сказал, что я должен передать это Вам. Это Слово Бога. У меня с собой пророчество пророчество на Новый Год. Ожидается большой дефицит и нехватка продуктов. Штатам, странам, континентам надо вернуться к фермерству, чтобы остановить эту надвигающуюся обстановку. Некоторые страны будут страдать от чрезмерных осадков, другие от засухи. Это пророчество для всего мира. Я призываю правительство всех наций инвестировать в сельское хозяйство и предоставлять кредиты достойным гражданам для этой цели. Африканский континент. Мы так много огорчали Бога. Предполагалось, что Африка будет мировой житницей. Мы могли бы производить большое количество еды для всего мира. Это база наших природных ресурсов. Еда в основном должна была экспортироваться в другие страны. Еда обменивалась бы на технологии. Давайте вернемся к истокам. Давайте вернемся к оставленным нами Божьим обетованиям. Давайте вернемся к нашему призванию. Политика. Африканские лидеры должны срочно предупредить надвигающуюся политическую ситуацию. Многие африканские страны окажутся под осадой террористов из-за разделения и выбора лидеров в этих странах. Недобросовестность избирательного процесса создаст благоприятную атмосферу для террористов. Политика не будет работать, как обычно, из-за ограничения ресурсов. От инвестиций в политику не будет никакой пользы из-за того, что правительство ограничено ресурсами и из-за проблем. Сейчас благоприятное время для тех, кто искренне ищет работу. Искренне ищет работу тот, кто делает это потому, что любит свою работу, а не из-за денег. В этом году занимайтесь любимым делом. Это принесет деньги. Деньги от любимого дела принесут мир и спокойствие. Возвращаясь к моей стране, Нигерии, и к моему президенту, Мухаммеду Бухари, намерения властителя не могут быть выполнены должным образом без поддержки подчиненных. Он нуждается в вашей поддержке, чтобы вывести нас из долины. Нигерия, мы в долине. Я не говорю о долине Тени Смертной, но о Яме. Это не наш президент привел нас в долину, но поколение за поколением мы спускались в эту долину. Президент делает все, чтобы избежать революции Найра. Это хорошее намерение, хорошего лидера, но ожидается сильное давление, которому он не сможет сопротивляться. Никто не может противостоять этому, как человек. Будет сильное давление на него. Никто конкретно в этом не будет виноват. Виноваты будут все отчасти. Поэтому, нигерийцы, давайте поддержим и помолимся за нашего лидера. Будущее этой страны вызывает о помощи. Мы в долине. Долина означает... Вот, к примеру, здесь холл и тут холл, а ты в ловушке, из которой трудно выбраться. Когда мы говорим о долине Тени Смертной, это означало бы, что там змеи, вы, крокодилы, вместе с тобой в этой долине. Но это не наш случай. Мы в долине, но там нет никаких крокодилов, львов или тигров. Мы просто там одни. Но это тоже затруднительно. Потому что нет еды, нет денег. Поэтому давайте поддержим наших лидеров, нашего президента и молиться за них. Мы должны молиться за лидера Северной Кореи в это время. Но я не буду углубляться в это, потому что мы должны молиться сейчас. Вот так, братья и сестры, начинайте этот год на коленях. Скажи своему ближнему, начни этот год, стоя на коленях. Зрители всего мира, прямо сейчас, начните этот год, стоя на коленях. Давайте поблагодарим Бога за то, что даровал нам новое начало. Я воздаю тебе славу и честь за мой народ, нацию и весь мир. Да будет Богу слава за то, что дал нам новое начало. Зрители всего мира, то, что вам было предназначено, в этом году это исполнится. Воздайте славу Богу, потому что это год воздаяния. Не имеет значения трудности или проблемы. Все это сделает нас сильнее. Это год вознаграждения. То, к чему вы были призваны в этом году, это случится. Прямо сейчас воздайте славу Богу. Да, ваши трудности сделают вас сильнее. Воздайте Ему благодарение. Я объявляю это во имя Иисуса. Ваше предназначение осуществится в этом году во имя Иисуса. В этом году это исполнится во имя Иисуса. Еще раз послушайте меня. То, чем вы призваны были стать, это год, когда это исполнится во имя Иисуса. Голос рыданий должен умолкнуть во имя Иисуса. Голос трудностей, печали и неудач должен умолкнуть. Больше не должно быть рыданий во имя Иисуса. Я объявляю это во имя Иисуса Христа. Будьте избавлены во имя Иисуса. Какой бы неблагоприятной ситуации вы ни находились, я пророчествую их завершение в этом году. Будет о ваш бизнес, здоровье или семья. Это окончится в этом году во имя Иисуса. Этому придет конец в этом году во имя Иисуса. Еще раз, обратите внимание. Какая бы ни была неблагоприятная ситуация, это могут быть финансы, бизнес или семья, с какими бы проблемами вы ни столкнулись. Я не молюсь за вас, я пророчествую. Я говорю вам мнение Бога. Те из вас, кто находятся под влиянием моего голоса, прямо сейчас, под влиянием этого вещания, в этот момент, начните этот год, стоя на коленях. Прямо сейчас, в какой бы неблагоприятной ситуации вы ни находились, это закончится в этом году во имя Иисуса. Да будет свет. Да будет свет на вашем пути, бизнесе, карьере, здоровье и семье. Еще раз, в какой бы неблагоприятной ситуации вы ни оказались. Властью в имени Иисуса я пророчествую. Это окончится в этом году. Во имя Иисуса Христа. Будьте свободны. Будьте избавлены. Начните с нового. Новое начинание в вашем пути, в вашем бизнесе, финансах, здоровье и семье. Новое начинание. Это было постановлено. Новое начало. Этот год – это год награды, год воздаяния. Как для христиан, Бог является нашим воздаятелем. Вы верующие, Бог – ваш воздаятель. Это время для вас, чтобы согласовать ваш путь с Господа. Для того, чтобы Иисус был в вас, как я говорил, вы должны быть свободны от обид. Отпустите всю боль. Глубокая боль, пусть уйдет. Горечь, насилие, раздоры, ненависть, зависть, причины огорчений. Отпустите обиды во имя Иисуса. Продолжайте жить под Его защитой и пребывайте в Его тени, в продолжении всей своей жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Когда вы проснетесь утром, вставайте на колени. Это значит всем своим сердцем. Опуститесь на колени и взывайте к Господу. Просите у Него милости и благоволения на каждый день. Это повеление от Бога. Вставайте на колени перед сном. По пробуждении вставайте на колени и говорите, Господь Иисус, Твои благоволения и милость, это все, в чем я нуждаюсь. Сейчас Бог дал вам новое начинание. И я здесь также пророчествую и говорю вам, что всякая неблагоприятная ситуация, в которой вы находитесь, закончится в этом 2015 году. Спасибо Тебе, Господь. Отец, мы благодарим Тебя. Сын Давида, мы благодарим Тебя за Твою милость и благоволение к Твоим детям. Ты дал им указание. Дай им слышащее сердце, чтобы повиноваться Твоему Слову. Отец, дай им благодать продолжать жить под Твоей защитой и обитать в Твоей тени в продолжении всей остальной жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 2016 год – год награды.